всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть delivery from the pain так ну что машина у нас есть правда она уже покоцанная в данный момент я нахожусь дома давай посмотрим что у нас с собой так отмычка так есть патроны может быть патронов то можно еще взять побольше нет нельзя с едой вроде бы норм суп есть допустим а это что а блок аккумулятора дождевой навес парфюм слушая наверно пока этим не буду заниматься или значит что вот надо сделать надо починить забор и самое фиговое что я его не могу починить потому что у меня нету древесины еще одна такая ночь и мы не переживем ее так центральный парк я смотрю там у нас попалась какая-то животина так заходим забираем само собой о они тут все вместе стоят смотри мистер дюк уже здесь не могу поверить что тебе удалось провести не привести его сюда да вчера мне потребовалось какое-то временное убеждение но я рад что это сработало и мистер дюк нам очень поможет теперь ты здесь и я думаю теперь мы можем осудить что нам делать дальше как продвигается работа что решили доктор дюк рассказал нам кое-что полезное он сказал что электросеть питается не от ближайшей электростанции от резервной это не имеет значения ключевым моментом является то что эти объекты питания контролируются компьютерами и нам нужен пароль чтобы отключить их и проблема в том что у нас нет пароля а значит мы ничего не сможем сделать флот предложил справиться с этим делом бомбой но я думаю что лучше попробовать взломать пароль так мы сможем включить электричество обратно если оно понадобится но мы не знаем сколько времени потребуется для взлома и мы вообще не уверены что сможем это сделать так взорвать было бы немного опрометчиво но взломать пароль вероятно труднее кроме того мой детектор существ обнаружил очень сильный сигнал оттуда поэтому мы должны хорошенько подумать а как ты думаешь я бы предпочел взломать пароль и я думаю мы должны попытаться взломать пароль на случай если нам понадобится энергия что если не сможем взломать пароль я думаю мы можем подготовиться к обоим исходам да я согласен с умным человеком и так давайте распленируем работу я наверное единственная кто знает как сделать бомбу но у меня нет материалов я могу поискать материалы но ты должен сказать что тебе нужно кто возьмет на себя взлом пароля ты только ты можешь проделать такую работу я думаю что ты никогда не позволишь мне сделать что-то опасное у нас нет выбора я пойду с тобой и буду твоим телохранителем так извини но больше никто не сможет справиться такой работой кроме тебя ты самый умный человек среди нас так что помоги пожалуйста но у меня нет опыта работы с такими но мы должны попробовать хорошо я подготовлюсь сам в ближайшие пару дней я посещу резервную электростанцию попытаюсь ее выключить спасибо за твой вклад я пойду и подготовлюсь ты отвечаешь за поиск материалов мне нужны детонаторы сотовые телефоны и электронные платы с этим материалами я смогу сделать нормальную бомбу замедленного действия зачем нам вообще нужна бомба замедленного действия бомбы с дистанционным управлением имеет более высокий шанс не сработать а мы не можем себе позволить потерпеть неудачу окей понял найди для меня когда все найдешь когда все найдешь все необходимые материалы найди меня дед а где я найду ему детонатор блин ну вот что меня интересует так короче ребят я пошел на электростанцию доберу там все что есть с искусством света ну что пойдем электростанция так здесь у нас что-то не до собрато поэтому ищем забираем и тут походу у нас да тут еще несколько комнат благо зомби подбиты а слушай этот чувак не сюда ли пошла не на эту ли электростанцию отключать так что я не вижу здесь вообще ничего так ну это уже выход так надо еще раз внимательно посмотреть где-то что-то пропустили видишь здесь вот есть у нас желтенькая получка такая оранжевая это говорит о том что где-то не дособирали мы лут а ну вот где плохо что-то на карте все не отмечается это должен сам искать это ну вот где она может лежать а может быть вот сюда если все-таки пробежать дай-ка я проверю может быть вот тут не не тут не там но где же это может быть смотрим ищем хорошо внимательно очень ну слушай здесь нет абсолютно ничего а вот пропустил я забираем блин надо было мне начали прежде чем сюда да ладно мы еще не все здесь нашли ты посмотри где-то что-то еще осталось у нас вот он так это где получается это у нас получается даже как и туда попадут а заходим сюда сейчас вот это все дело отбегаем а вот он что это технологический журнал потом почитаем ну что здесь все у нас проверено давай-ка сходим на другой этаж или другую комнату слушай тут лута дофига не собрато видно сразу так что давай смотреть зомбариков я не слышу видимо всех поубивал ага сегодня охрана компания флата официально открытая стоит отметить что менеджер компании эври флот является братом-близнецом криминального большого брата мы не можем не думать о том что фирма флата младшего не является теневой компании торнс мы надеемся что его охрана компания сможет обеспечить безопасность людей не будем работать сообща с торнсом так давай смотреть ну что же заберем дубинку опа я оказывается тут не всех зомбарей еще поубивал кассета люк мальчик не бойся скажи дядя как тебе зовут томми я томми люк хороший мальчик дядя знает что ты несчастлив можешь сказать дяде почему томми мои родители очень много дерутся люк почему они дерутся томми мама попросила никому об этом не говорить люк но дядя не никто скажи дядя может дядя сможет помочь томми мама сказала что это безумное место и очень хочет уехать отсюда папа говорил что это слишком опасно люк спасибо тебе маленький томми на ушелепок я не буду ребят пока тратить патроны если есть возможность просто их вот так вот накумалить ну и как видим здесь у нас ничего нету да вон там у нас есть что-то ноу хорошо взорвались поднять абсолютно все читать я видел демонстрацию новой системы и план строительства вполне удовлетворителен но оценка возможности граждан должна быть улучшена мне нужен более точный вывод моему королевству не нужен ни один низкосортный гражданин отправьте их на спасательные миссии если они слишком слабы и не давать им возможности вернуться обратно я очень разочарован частью мониторинга возможностей алл едва ли смог отличить ложь от правды он не может найти этих низкосортных жителей поместите этот искусственный интеллект на экспериментальные поля джонстаун все находившиеся там ложь и обман помогут ему развиваться искусственному интеллекту так вот здесь еще ящик по моему последний наверное нет где-то все таки что то есть еще но где а где-то не дособирали маленькая так это у нас на выход получается а тут все ребят тут две комнатушки получается вот это вот и так то ему все обшарили здесь находим и в принципе можно будет отсюда сваливать но вот где мы не нашли где я тут мог пропустить что-то что-то как-то непонятно давай сюда забежим посмотрим может быть тут где-то в низинках да нет так все друзья мои абсолютно чисто что здесь что-то можно отсюда уходить а этот профессор интересно у себя в лаборатории будет мне дерево нужно для починки забора если следующая ночь наступит то но я могу в принципе не спать пока еще устало с ней такой дичайший что прям я свалюсь с ног могу там что-нибудь поизучать почитать да скоротать так сказать время ладно на выход у нас вот тут еще есть дом час 40 на открытие что резервная электростанция вот оно что вот сюда наверно профессор отправил сюда так сколько здесь комнат всего лишь две смотри этот блин шмальнуть что ли разочек ой ёк мокрёк да в плане ты блин блин знаешь что мне кажется мы с тобой сейчас отключим электричество и вот эти зомби все по выходят которые здесь заперты да это будет неприятно как ребята я успею домой то мне там сколько часа два по-моему да отсюда выматываться надо будет услышал 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 гад ладно пойдем отсюда смоемся пока я приеду сюда уже более менее подготовленным агрессирует агрессирует чувак да с досками конечно беда но мне действительно ребят придется тогда не спать если мы хотим пережить эту ночку пережить эту ночку что у нас тут то картошечка растет потихонечку а вот аккумулятор у нас а что нужно починить так ребят забор могу починить ремонтирую так дальше это тоже надо чинить машину по-любому просто это важное важно очень важно ребят необходимо все так дальше навес изучаем так я хочу есть надо перекусить наверное мне где-то должен быть суп где он только вот хороший супчик этот предмет не имеет прочности короче этот чувак просил что ему достать какие-то телефоны там что то еще или детонатор что это чтобы взорвать это самый скажем так простой вариант вот так у нас ночка быстрее проходит так настроение падает надо на тратить нам подожди так мы его например ладно фиг с ним то есть он даже никак не заряжается нет не имеет прочности нет смотри-ка тут запеченное крысиное мясо прям можно сделать надо же так а это у нас кровоостанавливающий зажим вот что мне нужно если не живо есть таких нужно нам две а нет все ребята вылечился я никакой болезни больше у меня нету ну давай картошка последняя правда ну вот это мне конечно убивает блюда запеченное крысиное мясо прям в тарелочке так ну что пока есть время ребят давайте-ка мы наверное все таки поедем поедем уже разбираться так дубинка нам не понадобится нам наверное понадобится очень много патронов на тот случай если действительно они выбегут а они скорее всего выбегут 70 минут изготавливаешь да че так долго то так и починить ну все ребят я готов погнали так скоро картошка у нас будет готова не знаю сколько там ее вырастет место в инвентаре есть ну все я поехал короче опять же на резервную электростанцию 16 процентов всего лишь проверенные да да в плане я же ел или не ел ни хрена блин у нас усталость накопилась тут я смотрю и все короче подряд ну я тебе говорю мы только отключим и вся эта мразь повыходит повлазит нет отмычку забыл ладно это отмычка потом посмотрим вот это мразь услышала нет наверно вряд ли она услышала вот это гадина уже услышала так у нас у нас еще есть комнатушка одна храмуля идет дергается дергается смотри на него так замечательно блин тут еще и жаробас ну короче я так понимаю все остальное именно за решетками находятся все остальные ящики до них мне не добраться поэтому я побежал в следующую дверь и там как раз наверное будет у нас отключение какой мне генератор или еще что-нибудь он сам бежит ребят черт не умею расшифровывать коды не говоря уже о 16 15 знач на пароле дюк уже пытается взломать пароль но почему один я должен пойти ему помочь подожди ка это это генератор который они хотят взорвать но сначала мне надо проверить как дела у дюка так так ну здесь ничего нету потому что полоски нету ну что есть решение решение нет эта система питания защищена 16 значным паролем его невозможно взломать где лог он не с тобой не упоминай о нем как мог умный человек как я поверить его слова он пришел сюда со мной как только он почувствовал опасность он ускользнул быстрее чем кролик ох как я и думал как бы то ни было мы здесь давай попробуем все возможное хорошо что случилось ты сделал это черт был запущен механизм защиты система автоматически отключилась взорвать генератор это наш единственный выход почему электричество здесь отключено система выключена значит электричество отключилось однако генератор все еще работает питание отключено это значит что зомби захвачены электросетью освободятся поторопись нам нужно как можно скорее отсюда выбраться да нам лучше бежать этот генератор о котором они говорили раньше мне лучше пойти и собрать материалы давай этот старик пошли отсюда берем ребята автомат и сейчас эти черт возьми электричество отключено мы должны осторожно прокрасться чтобы не встретиться зомби следуй за мной ладно я ни хрена не вижу ребят где у нас выход то выход внизу так ну я пока залутаюсь поднять поднять абсолютно все так ладно двигаемся до ядрен матрена так это сейф но сейф я взломать не могу сейчас идет 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 ну-ка о отмычку нашел ну-ка 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 слушай если электричества здесь нет значит и там его нет м-м-м проволока эта медная блин отлично так я вот не помню это уже выход у нас получается да не супер а ну-ка о ну-ка Так, ребята, мы абсолютно здесь все собрали Так, подожди, блин, я туда зашел Вот у меня сон А в принципе, что я волнуюсь, я же Я же починил забор, да? Да? Я могу себе спокойненько теперь спать Эти зомби мне уже не интересны Так, на выход Боже мой, наконец-то, нам лучше поторопиться Спасибо тебе большое А куда поторопиться-то? Куда поторопиться, вот я не понял Туда, на базу, что ли? Что-то ничего толком не сказал мне Поторопись У нас котлетки С макарошками Нет, с пюрешкой Ты посмотри, сколько у нас всего можно Сделать Но мне надо починить Так, фильтр починил Очистка началась Так, очистка началась Здесь у нас Арбалетный болт Дай-ка, наверное, кимарну Чуть-чуть До утра Приперлись Блин Зомби пытались Сломать защиту Я уже понял А где мои блюда? Где мои крысиные блюда? Вот оно Ек, макарик Я уже думал, что все Так, ребята У нас сейчас крысы Испортятся Поэтому надо Готовить Так, крыс я Приготовил Теперь давай перекусим Не очень, кстати, много Восполняет Не очень много Есть хот-дог Он еще как там Живет Еще живет Покурить Замечательно Так, ну что У нас два варианта Сделать, может быть Массажер тут Болты, что ли, не улучшил 160 минут Ладно, пока не до этого Если честно, ребят Нам надо Нам надо Бежать Я так понимаю Бежать нам надо Сюда Нет Ха, ты здесь Я слышал, что доктор Дюк не справился Да, думаю Для нас взломать 16-значный пароль Это нечто невозможное Да Я мог бы умереть Если бы не ты Кто-то Пообещал Пойти со мной Я до сих пор Не вижу Нам лучше Присматривать за этим Лжецом Ведь даже Такие умные люди Как доктор Дюк Не могут Справиться с его Трюками Думаю У доктора Дюка Очень высокий Интеллект И он им гордится Поэтому Лжеца Точно Есть шанс Все Мы должны Перестать Говорить О неприятных Вещах Итак Насчет Материалов Откуда я знаю Каким А что тебе Нужно-то Так Давай Меняться Фигня у тебя Какая-то Так Короче Ладно Динамит У нас есть Но у меня Помимо динамита Нету Детонатора У меня нету Детонатора Детонатор нужен Так Ну что Давай тогда Здесь посмотрим Что-то мы Не добрались Здесь Видимо Это получается На втором этаже Сейчас я там гляну Что мы не добрали Блин Детонатор Так Тут у нас Много лута Ну мне кажется Я догадываюсь Какой тут лут Гнилой хлеб И тому подобное Да Что я тут Как раз Оставлял Ну да Гнилые крысы Вот гнилые крысы Вот эти вот Могли бы конечно Сделать иначе В переработку В компост Добавлять в землю Чтобы можно было Получать более Быстрый урожай Почему этого не сделали Мне непонятно Что-то тут Дофига Я походу Гнили-то Поставлял Ну да Очень много Причем только Гниль Действительно Гниль Ну ладно Я заберу Эту гниль Хотя бы потому Что она меня Не отвлекала В следующий раз Ну действительно Хлеб Гнилой Вот это все Могли бы В переработку В компост Закидывать Почему разрабы До этого не додумались Я не знаю Так Ну где еще Я мог пропустить Что-то не могу понять Бегаю Бегаю Ничего особенного Не вижу Здесь Вот он Вот он Стоит шкафчик Еще последний Где-то должен быть Где-то должен быть Последний На шкаф Хм Ладно Сходим сюда вниз Нету Погоди-ка Если здесь Ничего нету А где тогда Я мог пропустить Я же тут все Вроде бы Оббегал Каждый закуточек По-моему Просмотрел Да ладно Тут еще и зомби Оказывается У нас целый Значит Значит Я в этой стороне Не буду Точно Хэ Судара Действительно Я в этом шкафу Не был Открывается он Долго Значит Здесь что-то Новенькое Свеженькое Все, ребят Нет Не все Да вы издеваетесь Уже Блин Так Здесь тоже я не был Как-то я этот Закуток пропустил Почему-то Да ладно Даже чипсоны Нашли Вот так Друзья мои Во время Зомби-апокалипсиса Самая ценная Еда Это Крекеты Чипсоны Короче Эта еда Которая Очень долго Хранится Консервы А не Какие-то там Хлебушки Еще Кстати Вот макарона Гречка Тоже Долго Хранится Так что Запасайтесь Этим Всем Рис В общем Все продукты Которые Очень Долго Хранятся Так Идем На выход Мне интересно Знать Где Брать Детонатор Бомба То у нас Есть А вот Детонатор Где взять Нет Прямо Задачивает А вот И Картошечка Блин Очень Много Конечно Ребята Испортилось Так Обычная Крупа Победаешь Простая Ага Может немного Ускорить Ваш Фомблик Время На дорогу Конечно Давай Сделаем Так Профессиональный Письменный Стол А что Не хватает Для навеса Досок Большой Большой Для воды Сколько Сколько Он там Все Обмещает Теперь 55 А это Что такое Удобная Коробка Передач Антидот Антидот Так Оу Это Это Понимаю Патроны Для винтовки Ну Давай Готовить Настроение У меня Конечно Не самое Лучшее 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 Готово Лучшее Лучшее Готово Это вот так вот и у нас ночь с ночь поэтому я очень изучу упаковка гвоздевых бомб давай изучим упаковку гвоздевых бомб так что все так здесь мы можем посадить нет мне надо вот это вот четыре дня как всегда ждать так а забор забор починить смогу я я помню дерево все потратил дерево нету к тому же я очень уставший ну что у нас еще недопроверенное я смотрю так стоп дай-ка я возьму отмычку на всех случае мало ли там опять нам понадобится и без отмычки как-то не гоже ходить вообще куда-либо без отмычки так и сэндвич надо захомячить иначе он испортится так подожди секунду вот она отмычка поехали в полицейский участок да рванем или центральный рынок давай наверно в полицейский участок все-таки поедем так ну что на этом этаже у нас недособират лут поэтому надо смотреть так какие там у нас и зомби то здесь ползают и обычный пока ну вот а здесь прилично должно почему в полицейском участке таблетосы лежат он там что-то же просто по башке на накатил забираем так читать сегодня компания fox сообщила что все 2781 автомобили модели фио 585 были проданы за январь и февраль 17 года катрин соломон глава отдела маркетинга искренне извинилась перед клиентами за недавнюю проблему перегрева и сцепления она пообещала что возьмет ответственность за установку новых двигателей в оптимизированную модель и выплатит владельцам наших машин компенсации fox проявила искренность во время кризиса но недостаточно просто управлять им хорошие надежные продукты это то что мы ждем от них что-то тут хрюкаешь на дохрюкалась прекрасно этот этаж весь у нас проверен так мы можем сбегать на нижней вот сюда луто много зомби половина убитых я смотрю лежит тут о-о-о кто там шипит бегунья как всегда да замечательно так следующая газетка уже забытая компания fight energy сегодня провела пресс-конференцию чтобы объявить о своем восстании из пепла во время конференции сотрудники продемонстрировали продукт своих 30-летних исследований fe 585 новый препарат который улучшает структуру клеток человека и добавляет организму способность к самовосстановлению да вы не ошиблись способность к самовосстановлению они уничтожили рак и освободили человечество от болезней многочисленные клинические исследования доказали надежность и эффективность нового препарата 2500 цена не маленькая но учитывая этот его эффект никто не может сказать нет начинается медицинская революция иди там пошипи где-нибудь в другом месте раздражаешь меня а вот и сейф блин у нас усталость копится о да сегодня спустя месяц жестокой коррупции свет софитов был направлен на нового звездного ребенка пятилетняя анжел которая показала свой талант в конкурсе прекраснейший голос получил таки долгожданный титул ангел также очень талантлива в танцах и рисовании такую прекрасную заботливую девушку трудно не любить слушай мы же про ангела что-то читали уже вроде бы ее вроде бы убил ее отец же экспериментом на ней там ставил так подожди мы с тобой здесь проверили а куда дальше-то идти не так уж много закуточков если честно а вон еще сейф но это падла услышал сейчас прибежит сюда ко мне как ты долго там сломаешь то что здесь у нас такое я разбросал 4 интертеймент векли только 4 и тебе нужно только 4 чё за интертеймент векли что за векли он разбросал так ну это мы нахумарим она сейчас пойдет туда мы пойдем следом побежит же на побежал не добежал все здесь друзья нету больше ничего так следующая комната у нас идет крику нет чертова здесь постой я не понял а это комната не все так просто с одного удара вы не завалить шептунка идет уже лежит нары блин так подожди тут письмо дай-ка тут покорим штуку эту и наверное вот эту да дорогой дональд я знаю что хамфри тебя нашел пожалуйста будь мил с ним и выполни свой долг отца сегодня фред убедил меня я понимаю что вы делаете это чтобы сделать мир лучше но я просто не могу отпустить прошлое ангел нашей крови плоть фред попросил меня вернуться к тебе и помочь тебе реализовать свою мечту честно говоря я в искушении я так долго отсутствовал в лаборатории сейчас работаю менеджером по продажам что я могу сделать для исполнения вашей мечты дайте мне немного времени мне нужно обдумать это твоя кара ой это же это балаболка блин ее надо накумаривать сразу же у меня кстати монтировочка ребят уже на ладом дышит чё она увидела аааа блин дуры недобитые аааа так я пойду наносейф взломаю у меня места мало в рюкзаке два всего места свободных а лута здесь много а а а вот это что такое вот это вот спортивный ага повышает дух жизненной силы обалденный напиток дух жизненной силы прям повышает так так ладно а это что такое книги опять четверг 20 июня 2002 года сегодня мама забрал меня в новое место и сказала что это будет наш новый дом я плакал потому что не хотел оставаться там я скучаю по моей сестре я скучаю по дому но мама сказала что моя сестра на каникулах и мы останемся там несмотря ни на что мне это не нравится значит что значит на каникулах значит что все забудь про дом родной так подожди где-то еще ведь лутец остался не так много конечно но он остался где-то в какой яме я его забыл найти вон он посмотрим что у нас тут так лежит как резиновая кукла на что-то так ну что здесь у нас чисто так ну на верхней я был по моему да вот в этой сейчас глянем да как я тут не был я тут ребята у меня монтировки осталось на удар ну на пару ударов может быть вообще не есть хорошо так так опять газетка какая-то сегодня на автомобильной выставке авто x4 фокс представил свою последнюю модель фей 585 по словам кэтрин соломон главы по продажам фокс эта модель станет их самым лучшим продуктом в следующем году среди большого количества ложных внедорожников на рынке фокс направлен на то чтобы предоставить клиентам самый профессиональный самый удобный и чистейший внедорожник мы с нетерпением ждем его выпуска ждите 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 выпуска блин может вернуться пока не поздно а так это у нас куда дверь ведет да мы пойдем сюда и на выход ну нет смысла здесь ребят бомбить без этого без оружия чё у меня монтажка он остался там на один удар мне там заколбасит вот и все поехали дерева нету поспать бы надо боюсь что-то я могу починить но нет смысла ребята чинить потому что мы чиним что вот столько мы чиним столько же ресурсов что вот столько поэтому пока забор подождет единственное что не подождет это мне надо это вот вижу взрывчатка есть деталка то может вызвать сильный взрыв и можно использовать для создания бомбы заметного действия а детонатора самого нету да монтажку выгоднее брать а она по ресурсам намного дешевле нам обходится но топор наверно будет круче ладно давай сделаем топор фиг с ним сделаем так что перекусим наверно а нам перекусывать не надо это вот сколько вот у него времени еще вот я не знаю сколько он хранится еще будет но если он используется тоже будет обидно так знаешь что нам надо еще сделать нам надо сделать вот их вот таких вот ловушек он одну всего лишь делает три трех ловушек будет достаточно так печеный картофель картофель наверное у нас там тоже подгнивает уже да да слушай нет картофель более менее долго хранится ну и славненькая значит пошел я к кимарну до утра приперлись а ну половину половину забора снесли а значит так у меня есть оружие да я могу отправиться полностью досматривать полицейский участок полностью осталось там не так уж много все таки мне не ясно где 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 бродитонатор ну вот не ясно мне ребят где бродитонатор хорошо полосует топорик то кстати есть и а а в а Как его назвали, это храмуля Ну да, топорик лучше, чем, ребята, монтировка Вот даже если представить это время жизни То на самом деле я бы лучше предпочел бы топор, чем монтировку У монтировки тупой удар, а у топора все-таки режущий Ударорежущий, так скажем Так, ну что, по луту здесь, ребята, осталось совсем капелька Может быть ящичек один где-то найдем и все То есть зачем я это все проверяю? Да для того, чтобы найти этот чертов детонатор Ну, видимо, в полицейском участке его нету Все Залут она полностью Так, значит Тут я был, да? Тут я был Значит, идем на выход И там еще маленькая комнатушка Ну, по-моему, я в маленькой комнатушке тоже был Ну, я имею в виду вот в этой вот Если сейчас сюда зайду Тут будет маленькая комнатушка Нет, не был Опа Смотри, кто там стоит Девочка и женщина Фига себе А что это они тут делают? О боже, ты напугал меня Я думал, на сюда проник зомби Извини Эй, ты выглядишь немного раздраженным Я знаю тебя Ты тот популярный парень, о котором в последнее время все говорят Приятно с вами познакомиться Я Кэтрин А это моя дочь Энджел Приятно познакомиться А ты не отстаешь от жизни? Конечно Люди приходят ко мне ради особых нужд Что ты тут делаешь? Я просто проходил мимо, случайно Ха-ха Этот молодой человек, кажется, застенчивым Спокойная Такая красивая девушка, как я Не съест заживо Но она может быть одним из вариантов Если ты хочешь попробовать нечто интересное Короче, намеки поняла, что ты Не мог бы ты сделать мне одолжение Посмотри, какая моя дочь красавица Подойди сюда, Энджел Это дядя Дяденька Привет Как видишь, ее одежда сильно потрепанная Я пытался найти ей красивое платье Но я боюсь Но я не могу оставить Энджел одну Кроме того, если со мной что-нибудь случится То Энджел станет сиротой Понял Я принесу его тебе, если найду Ты такой замечательный парень Не волнуйся Твои старания будут вознаграждены Что за награда? Поцелуйчик воздушный Награда не может быть описана словами Но тебе она обязательно понравится Ха-ха Так, ребят Ну тут лут есть В общем, нужно платье А платье у меня как раз есть Балерины, правда Ну Я думаю, оно сгодится Все, лута больше нет Потому что платье Ну да Я, короче, сейчас Рвану для начала В этот Домой Возьму, наверное, платье все эти Платье Возьму Динамит Я хочу просто Кое-что проверить Динамит без этого Прокатит или нет? Так, вначале Выберем все Так, и платье Я надеюсь, она не попросит Консоль игровую Или еще что-нибудь В этом роде Так, подожди-ка У меня Нет, еще машина терпима Стоп Мы эти выложили Я туда зачем Собирался ехать? А где они? Вот Я туда собирался Завить Конечно же ловушки Не просто же так Прокатиться туда Ну, посмотрите Что, кстати, по поводу Динамита Он же там считает Тебе умным Итак Тебе необходимое оружие Да? Тогда ты должен получить Его любой ценой Так Эти материалы Трудно найти Нет, ребята Не канает Пока К сожалению Ну, по-моему Тут уже нету крыс Ни одной Тебе так и кажется Детонатор Где я его найду? Этот детонатор вам, блин Тут все ловушками Пообставил Ладно Пойдем Девочке дадим платье 49 минут Ехать Не так уж и долго А если мы с тобой Супердвижок бы сделали Вообще Наверное Со скрустью света Летели бы Ну что Проверим По поводу платья Мама Мама просила меня Не разговаривать С незнакомыми Дяденьками Красавчик Ты вернулся Скучал по мне Да Насчет одежды Которую ты хотела Я нашел Красивое платье Принцессы Ну я уверен Но я не уверен Будет ли оно красиво Смотреться на Энджел Вау Это платье Очень красивое Энджел Пойди Примерь Да Мамочка Моментом позже Оно идеально подходит Энджел Ты как думаешь Мне оно нравится Мамочка Спасибо Дяденька Пожалуйста Хорошо Энджел Пойди Поиграй Мамочке И дяде Нужно поговорить Да Я поняла Итак Ребенка рядом нет Мы можем поговорить Как взрослые Какой же ты сладкий Такой милый парень Как ты И заслуживает Хорошей награды Ты так не думаешь Как ты собираешься Вознаградить меня Ты дураком Прикидываешься Сладкий Я вознагражу тебя Своим телом Мм Как я могу Отказаться От этого Я не это имел ввиду Эм Я не это имел ввиду Что Я слишком стара для тебя Ты считаешь меня шлюхой Нет Ты прекрасна Но ты все равно мать Не думаю Что это правильно О Пожалуйста Мое тело Единственное Что я могу использовать Для обмена на вещи Необходимые для моего Выживания Моей дочери Я не хочу этого делать Но я должна И если ты хочешь помочь Просто Поторгуй со мной В этот раз Ты Отказался От бесплатной услуги С этого момента Все мои услуги Будут платными Что я могу использовать Для платы Энжел любит картошку Если ты принесешь Немного картошки Или картофельных продуктов Мы будем очень рады Но ты должен принести Приличное количество Окей Я понял Кстати Мы едим мясо И еще Нам нужны ткани Старая одежда Не обращай внимания На то что я мать Мы из дочери Просто хотим выжить А тебе нужно повеселиться Все в порядке Верно Картошка и ткань Буду иметь ввиду Спасибо за твою щедрость Я буду обслуживать тебя В лучшей Приходи почаще Красавчик Ты вернулся Скучал по мне Так Ну что Давай поторгуем Давай сделаем то Что мы любим делать Давай поговорим Я никогда не слышал Чтобы ты упоминала Об отце Энджел Потому что у Энджел Нет отца Мне не стоило Об этом говорить Энджел была ребенком Из пробирки Я купила сперму в банке Не могу поверить Что такая красотка Как ты Может быть одинокой Я была резьбиянкой Но Ты И другой Человек Вроде меня Только потому что Я хочу выжить Я просто пытаюсь выжить Значит тут она изменка Понятно Ладно Давай Сделаем то что мы любим Эй Я так по тебе соскучился Давай немного повеселимся Держись Сладенькое сердце Сначала покажет Что у него есть для меня Где еда Мне нужно 5 картофель Или любой картофельный продукт Аналогичной стоимости Все остальное не принимается О как Либо ткань Либо картофель Ты посмотри на нее Я их значит спасаю А она мне тут еще Условия какие-то ставит Вот Буржуйка Ну что ребята Тут есть два дома Они рядышком почти стоят Незалутанных Или залутанной Но мы как всегда С тобой барахло всякое не берем Поэтому она тут Где-то осталась киснуть Так Ну тут 5 патронов Для дробевика Ну тут еще что-то Должно быть Ой О Так Это дом одноэтажный у нас Да Да Все дособирал здесь И рядышком вот есть еще Там же есть еще центральный рынок А этот дом двухэтажный Так Здесь у нас ничего нету Пойдем-ка поднимемся повыше Посмотрим что у нас тут Шкаф А ну тут лута дофига ребят Так Металлические пластины Таблетки Таблетки Так здесь ничего нету И последний шкаф Видимо Так Сразу разбираем Где же этот чертов детонатор А куда профессор Дюк убежал Тоже интересно К себе в лабораторию что ли А этот куда Люк Лок Центральный рынок Ну у нас еще есть время ребят Так что можно тут Пошариться Так на этом этаже у нас все чисто Пойдем на второй сразу же На втором этаже есть что Полутать О Блин Сейф Да вы издеваетесь что ли Сейф есть Отмычки нету Ладно пока без отмычек Стоп Ну видимо придется нам сюда идти С отмычками И с пустым рюкзаком Оу Тут даже два сейфа Она услышала Поганито Сейчас начнет орать Нет Не начнет Да ладно Три сейфа Вот это я удачно зашел В Ливермаг Вот это я удачно зашел В Ливермаг Ладно ребят Я предлагаю Наверное все таки Ладно время еще есть Зачистку сделаем Потом уже пойдем вот сюда Ой Да что ты там застрял то Прекрасно А вот этот вот зеленый зомби Не такой уж и лохмандей Если честно Ну я в плане того что Не так легко и быстро его уничтожить Ну тут со спиной нормально получилось Давай выходи сюда Обезьяна Зеленая Сейчас посмотрим Что у нас тут Рюкзак полон Ой-ой-ой Еще одна Специально да так сделали Я понял Ё-моё Думал двух ударов достаточно Ага Блин Так ну что В общем здесь я почти всех уничтожил Да Надо сюда будет идти обязательно Дай-ка я возьму автомат Жирного этого увольнуть надо Успел нафиг Думал сейчас прибежит Будет обнимашки опять свои делать Но нет Шваркнули мы его Так ладно Здесь подняли Что у нас тут Это тоже мы можем забрать Сразу же Отлично То что мы можем сразу унести Конечно уносим Но не забываем В то же время Что у нас Этот Как это называется Скажи я скажу Что у нас тут есть сейф Угу Так Да вот они сейфы Серьезно А этому сейчас досталось Его взрывной волной Так зацепило Скажем Да в плане Где еще то Вот он Маразматик стоит Теперь уже лежит Слушай Магазинчик небольшой А зомбарей тут Прям тьма Блин Хватит ли мне Этого хмыря вольнуть Хватило Ну все Дело за малым Ребята Остается Взять Отмычки Прийти Открыть все эти Три сундука Три сейфа И будет отлично все На выход тогда Бежим Так выход у нас внизу А все по поводу Детонатора Все ребята Детонатор у меня Вез голову не входит Где его взять Где взять Этот дебильный Детонатор По большому счету Здесь скоро Вообще Нечего будет Лутать Понимаешь Вообще Все Мы практически Все тут Обшарили Что можно И нельзя Таким темпом Я останусь Скоро Без еды Картошка Еще пока Терпит Винтовку Я не могу Да сделать Потому что Не хватает Меди Давай хлеб Наверное Сделаем Ложиться Спать До утра Так Нам главное Взять Отмычку Так Это можно Разобрать На Пластик Угу Вот эта Игровая Консоль Кому-то Нужна Кому-то Нужна Будет Пока Не знаем Кому Надеюсь Не будут Ломать Слушай Сегодня Ночка Спокойная Забор У нас Остался Целым Так Мы Здоровы А куда Хлеб делся Я чуть не понял Я опять Его выложил Да Так Мультитулз Хлеб 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 Вот он Слабенько Восстановил Картошка Еще Живет Ну что По идее Все норм Машина Вроде бы Норм Центральный Рынок Да Точно Все Взял Все Взял Только Нафига Мне вот эти Нужны Патроны Скажи мне На милость Зачем Мне патрон Для дробевика Зачем Мне автомат Без патронов Сразу 50 взять А вот он Как я думал Блин 50 будет Ну ты понял Да Просто 50 А тут они Просто по 25 Разбросали Блин Сэкономить место Хотел Ладно Сейчас в этом Универмаге Заберем Все эти сейфы Подкрываем И где детонатор Братья Ума не приложу Я думал Может быть Где-то В полицейском участке Но мы его Весь проверили Никакого детонатора Там не нашли Может быть Он у кого-то Продается Такие кроссовки Везде лежат Да Глупо было Думать Что здесь Где-то Ты найдешь Детонатор Но тем не менее 47 дней Выживаем Ребята Буквально Чуть больше Полутора месяцев Опа Сотовый телефон Сторона Ага Совершай Ага Телефон Мы нашли То есть Значит Детонатор Должен быть Потому что Телефон Он сказал Нужно Нужно ему Детонатор И Сама бомба А может быть Детонатор Мы сами Да нет Сами Мы не должны Нифига делать Ну это Это бред Нет Конечно Это не бред Но Зачем нам Самим Просто делать Детонатор Давайте Сейф проверим Может быть Может быть Он все таки Здесь Есть Подожди Что-то Не понял Нам Так Я не врубился Мы Здесь Да можем Мы тут Обежать Только Вот тут Сбоку Ага Не можем Это придется Обегать Все Абсолютно Здесь Интересно А мы Откроем Новую локацию Там будут Новые дома Ну Новые Вот это Вот все Да Но там Сказали Будут И зомби Посложнее Нас Как бы Об этом Предупредили Сразу же Типа Халяву Не жди Это Тот Самый Чувак Который Сбежал Опа Жиробас Уходит Хорошо Было Да Чем Отпорчик Удать Я думаю С ним В ближнем Бою Лучше Не сталкиваться Лутаемся Смотрим О Друзья Сегодня на Уайт-сквер Эндерфред Объявила Создание Нашей страны С сегодняшнего Момента Мы теперь Не призраки Эндерфред Попросил Чтобы на него Смотрели Как на Большого Брата Потому что Мы семья И нам Стоит Столкнуться С наступающим Кризисом Вместе Это не закат Человечества Нет Это наступление Новой эры Какой Замечательный Человек Какое Преданное Существо Сегодняшнего Дня Он наш Большой Брат Наш Лидер Помните Об этом Большой Брат Следит За тобой Обалденная 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 Новость Прям Прям Нет Слов Какая Обалденная Новость Шарики Тут Всякие Так Вон там Еще У нас Есть Так Подожди Я ведь Могу Нифига Не могу А зачем Нам Вот этот Шампунь Вот мы Шампунь Мы его Использовать Не можем Зачем Он нам Вообще Так Внизу Где-то Сейф Показали Вот он Это Наверное Последнее Что нам Останется Здесь Открыть Этот Сейф И В принципе Все Будет Здесь Обыск В плане В плане Нет Еще Что-то Есть Нижнее Женское Белье А оно То Нам Для Чего Куда Его То Есть Загадка Что Той Бабе Надо Отдать Так Давай Кассету Почитаем Тогда Так Люк Как мне К вам Обращаться Анна Или Миссис Тернер Анна Лучше Анной Пожалуйста Люк Хорошо Отвечайте На мои Вопросы Похоже Вы не Хотите Чтобы Ваш Ребенок Был Тернером Анна Да Этот Человек Он Лгал Мне Люк Как Вы Объясните Свою Незапланированную Беременность Анна Я его Очень Любила Сильно Тернер Сказал Что Было бы Неплохо Дать Ребенку Нашему Возможность Увидеть Этот Красивый Мир Лучший Мир Люк И вы Согласились Этот Человек Теперь Спасет Вас От Опасности Анна Я была Ослеплена Люк Я решил Я решил Сохранить Ребенка Тернер Спасибо Люк Не благодари Меня Но есть Одно Условие Вы должны Уйти Тернер Нет Вы не можете Этого сделать Если я уйду Я погибну Люк Вы должны Заплатить За нарушение Закона Тернер Нет Пожалуйста Я больше Не хочу Ребенка Пожалуйста Не изгоняйте Меня Люк Это От вас Не зависит Тернер Но это Не моя Вина Это Женщина Заставила Меня Пожалуйста Люк Женщина Заставила Тебя Завеременеть Ты Смешной Действительно Ты Смешной Парень Все Ребята Здесь Абсолютно Все Золотали Черт Теперь Знает Где Искать Этот Детонатор Я вообще Не знаю Я могу К нему Пойти С бомбой И с телефоном Просто С бомбой И с телефоном Может У Дюка Детонатор Да Вряд ли Хотя Зря Я сюда Сразу Рванул Ну я просто Крысы Крысы Вижу Что там Крысы Пойманы Ох ты Ауч То есть В любом случае Да Придется мне Ехать сюда Потом Возвращаться Обратно Классика Жанра Блин Так Так Это я Разбираю Короче Берем Телефон Берем Динамит Так Это я Разбираю На пластик Куда Это Может Кому То Это Понравится Заплатить За Обед Это Наверное Жир Что ему надо Отдавать Я сейчас На всякий Случай Возьму Для проверки Ребят Так Время Есть Поэтому Я побежал Для начала Сюда Где-то Мои крыски Здесь не подгнили Целенькие Мой девиз Сделай все возможное И забудь об остальном Теперь это имеет смысл Насчет бомбы Замедленного действия Эти материалы трудно найти Есть ли заменители Ну же Мы говорили о бомбе А не игрушке Заменители Эти материалы И так Самые стандартные Не трать время на жалобы Просто иди И делай Что должен делать Почему тебе Не помочь мне Мой девиз Понятно То есть То есть Это все бесполезно Да получается Так Старая модель Мобильного телефона Которая может Совершить телефонные звонки Но может быть Использовать Для создания бомбы Замедленного действия Это детонатор Я думал Что это бомба А это детонатор Обычный Подожди Я не вдупляю Немножко Мне что Идти Сюда Устанавливать Блин Пойду-ка я В больницу Смита Заеду Что-то я не пойму Где За этот Доктор Доктор Должен быть Вот в этой комнате По идее Что-то Какой-то тут Немножко Состыковочка Идет у нас Ну-ка Что я могу Сделать для тебя Так Сделка Да нет У него Тут Ничего Такого Убери Свою Бумагу Вшиваю Слушай Он готов Обменяться Значит Жаробас Будет готов Обменяться Наверное На еду Хотя Древесина Не настолько Ценный Предмет А Это Про вирус Как он был Сознан Ну короче Не то Я думал Что он Про взрывчатку Мне тут Расскажет Или мне Нужно ехать Устанавливать Эту бомбу На генератор Что ты Что ты делаешь Рэй Ну Хорош Или мне Устанавливать Эту Взрывчатку На генератор Самому А ему Давай Телефон Это бред Я С таким успехом И сам мог Сделать И этот Придурок Где-то Прячется Лог Этот Тоже Непонятно Куда он Смылся Блин Пошел Дюка Блин Охранять И смылся Куда-то У тырок Несчастный Ладно Пойду Попробую Что-нибудь Приготовить Блин Тут можно было Суп сделать А его Можно сделать Мы слишком голодные Ну да Приличный Голод Ага Теплицу Могу Изготовить Я Так Это что Большое количество Знаешь Большое количество Шин Я вот хотел Теплицу Сделать Это да Зачем Я ее Хотел Сделать Друзья Мои Чтобы Она Была Что-то Я ничего Не вижу Чтоб Что-то Изменилось Так Тут что-нибудь Есть О Вот она Изучение Новой Теплицы Изучил Так Профессиональный Письменный Стол А что Он там Делает Аккумуляторный Блок Так Удобна Коробка Передач Да Для нее Ресурсы Нужны Защитная Стена А ну-ка Мы же Эту Сделали Лучше Да О Хо-хо-хо-хо Или Какая Бешеная Прочность Вот это Я понимаю А теплица А Выживаемость Было 50% Теперь Просто Ребят 60% Все Ну что Я тогда Наверное Киморну До утречка Надеюсь Никто Не будет Против Надеюсь Ночка Будет Спокойной Да Спокойной Как же Держи Блин Карман Шири Называется Я могу Починить Забор Нет Я забор Починить Не могу Это плохо Так Мужик Нам Придется С тобой Взять Кольцо Все Так Вот Это Вот Кому Это Ручная Игровая Консоль Нужна Так Где Эта Шмотка Так Представил Суп Эту Съедать Я не знаю Я сейчас Попробую Это Все Ребята На Торговлю Хотел Сказать Куда Вот Это Шампунь Эффект Длится До ночи Может Улечить Обаяние Использовать Так Использовать Обаяние Ага Все Так Помазались Попшикались Мы на Себе Да Короче Где Где у нас Девчонка Она В Полицейском Участке Да Если Ей Сейчас Не Понадобятся Шмотки Тогда Я Не знаю Кому Не Понадобится Опа Не Не забудь Принять Лекарство Воруме Чтобы Ты Могла Быстро Установиться И Еду Которую Я Принес Помни Важно Чтобы Вы Были Здоровы Да Я Поняла Спасибо Ты Здесь Что Ты Здесь Делаешь Ничего Я Просто Заскочил На минутку Мне Нужно Идти Увидимся Увидимся Почему Он Сюда Приходил Меня Знобит Он Принес Мне Лекарство И Это Все Разве Он Может Быть Таким Добрым Ты Просто Не Доверяешь Локу Как Я Могу Доверять Лжецу Не Обманывайся Его Поверхностной Добротой Я Знаю Я Даже Знаю Что Он Был Мошенником До Катастрофы Но Я Также Знаю Что Он Честен Со Мной Почему Раньше Я Была Менеджером По Продажам В Компании Привлекательная Бизнес Вумен Ха Лок Пришел Ко Мне С За Умным Планом Чтобы Обмануть Меня Но Я Его Раскусила Это Случилось В моем Офисе Поэтому Я Решила Отправить Его В Полицейский Участок Он Умолял Дать Мне Еще Один Шанс Но Я Отказалась Почему Ты Доверяешь В этом Самом Момент Настал Конец Света Мои Коллеги Превратились В зомби Один За Другим Я Была Очень Напугана И Убежала С ним И Мы Спрятались В Подсобке Потом Я Подумала Об Энджел Умоляла Лока Пойти Со мной Чтобы Тут Нашел Энджел Но Он Ответил Что У него Нет Причин Помогать Кому Кто Отказался Помочь Ему И Это Похоже На Лока Которую Я Хотел Найти Энджел В одиночку Но Я Знала Что Для Меня Это Почти Невозможно И Я Поняла Почему Лока Отказался Мне Помочь Локу Нужно Было Что Взамен Прежде Чем Он Решит Помочь Мне В то Время У меня Не было Ничего Кроме Моего Прекрасного Тела Лок Согласился И Бросил Меня На землю Трахал И Словесно Унижал Меня Никогда Так Не Оскорбляли Но Мне Пришлось Улыбаться И Радоваться Его Со Слезами На Глазах Внезапно Он становился И Некоторое Время Молчал Уставившись На Меня Я Смотрел На Него Со Страхом Я Боялся Что Он Передумает Тогда Лок Встал И Попросил Меня Вместе Найти Мою Дочь Его Слова Были Подобны Музыке С небес Думаю Ты Знаешь Что Случилось Позже Лок Был Моим Первым Клиентом Мы С Энджел Погибли Бо Без Него Я Не Жадал Что Он Сдержит Свои Обещания Может Он И Вправда Что Никто Не Может Быть Полностью Хорошим Или Плохим Мы Все Пытаемся Выжить И Не Только И Ты Не Можешь Согласиться С его Способом Выживания Но Ты Не Можешь Приказать Ему Сдаться Или Мереть Верно Так По поводу Одежды Да Давай Поговорим Что Ты Думаешь О Локе Он Лжец Вот И Все Но Я Не Могу Сказать Что Он Плохой Парень Я Видел Как Он Пришел Сюда Чтобы Помочь Тебе При Нынешних Обстоятельствах Хороших Или Плохих Правильных Или Неправильных Мне Все Равно А Тебе Лок Лжец И его Ложь Может Принести Неприятности Другим Даже Подвергнуть Других Опасностей Но Он Умер Если Б Этого Не Сделал Разве Он Не Может Выжить Иначе Ты Сказала Что Он Паразит Верно Как Паразит Может Выжить Без Хозяина Верно Верно На самом деле Он Бедный Человек Он Рассказывал Мне О Своем Прослом Он Остался Сиротой Он Жил Со Своей Матерью Пока Она Не Умерла Из-за Него В Аварии Когда Ему Было Десять Наверное Поэтому Он Мне И Помогает Это Возможно Так Ну Хорошо Вы Короче Так Что Я Принес Немного Еды Я Принес Ткани Ты Принес Материалы Которые Я Не Принимается Ладно Прости Я Бо Хотел Сделать Это С тобой Но Не Могу Нарушить Правила Я Понимаю Я Вернусь Когда Все Достану Конечно Я Буду Ждать Тебе Десять Тканей Они Слишком До Хрена Денька Мне Нравится Это Новое Платье Энджел Это Очень Красивое Прямо Как Ты Мама Должна Очень Постараться Чтобы Сделать Энджел Счастливой Да Энджел Это Бремя На самом деле Энджел Всегда Считала Что Это Правильно Потому Что Я Ничем Не Могу Помочь Это Моя Мама Изо Всех Сил Старается Дать Мне Лучшую Жизнь Нет Ты Не Абуза Ты Энджел Глаза Которой Матери А может Поэтому Твоя Мать Назвала Тебя Энджел Ты Даешь Ей Силы Жить Дальше Правда Энджел Чувствует Себя Лучше Спасибо Денька Пожалуйста Короче Я не знаю Я могу Попробовать Конечно Принести 10 тканей Может Действительно Загвоздка В том Что Если Я Дам Ткань Или Картошку Тогда Она Мне Даст Детонатор Ну Ведь Вдруг Есть У Меня 10 Тканей Давай Проверим Два Старых Пальтов У меня Точно Нет 10 Тканей Есть Короче Это И Кстати Я еще Хотел Сбегать К этому К жиробасу Нет Наверное Все таки Не к жиробасу А к профессору Или к жиробасу Даже Не знаю Я Я К чему Говорю Что Если Я К жиробасу Пойду Возможно Удаст Мне Немножко Еды Так Ну Давай Давай Вес Ткань 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 Отдал Ей Так Супермаркет По моему Он в супермаркете Хотя Знаешь Что В авто Мстерскую Я пойду Сгоняю Доберу Там Оставшийся Лут Который Мы Где-то Не взяли Так Он находится Явно Не в этой Комнате Он находится В комнате Ниже Погоди Скуда Ну Его здесь Не так Много Будет Там Да Е-мое Там Будет Какая-нибудь Одна Старая Безделушка Я не знаю Там Может кусок Гнилого Хлеба Или еще Что-нибудь В этом Роде Не более Того Ну Да Видишь Там Микрончик Остался Всего лишь Недособранным Где он Тут Может Лежать Блин Блин Зашел Тут Тупик Тут Ничего Нету Я уже Просто хочу Перебраться В новую Луку Ребят На самом деле Вся проблема Вот в этом Динамите Не в динамите Почему-то Динамит Они называют Здесь Детонатором Не Ну может быть Действительно Мне нужно Идти В этот Откуда Мы там Сложной Этой Фигни И просто Его Взрывать А подожди Тут еще Есть Лут Так Интересно Где-то Что-то еще Осталось Ребят Не все Я дособирал Здесь Хм Вон Видишь Полосочка Маленькая Так А вот Сегодня Больной Раком Был объявлен Мертвым После Переживания Эпилепистических Припадков В городской Больнице Джонса Всевышим Удивлению Пациент Пришел В себя Через час И начал Агрессивно Атаковать Других В конечном Итоге Он был Убит Полицейским После Второй Смерти А также 42 Человек Получили Ранение Причина Происшествия Пока Высняется Убит Был После Второй Смерти Нормально Да Он был Убит После Второй Смерти Так Вот Я Знаешь Что Думаю Или Мне Действительно Бежать Все Так На Электростанцию На Эту И Подходить К Генератору Или Я Фиг Узнать Что Еще Тут Делать Так Здесь У нас Тоже Где-то Что-то Осталось Совсем Чуть Я Сейчас Найду Это Дособеру Тут Один Этаж Да Тут Одна Большая Так Скажем Комната Вот Интересно А что Будет Если У тебя Машина Примерно Сломается По пути Она Так Будет Там Валяться Или Она Автоматически Перепадет В гараж И Будет Там Лежать До Тих Пор Пока Ты Не Починишь Вот Этот Вопрос Интересный Так У нас Если Что Есть Картофельные Чипсы Хорошо Что Я Картофельные Чипсы Я Не Отдал Ё Мое А Ткань Все Так Решил А Что У нас Тут Значительное Увлечение Обаяния Позволь Вам Получить Большие Скидки Оно Счезнет После Сна Да Я Наверное Все Так Пойду За Деревом Хоть Мне Очень Нужна Еда Но Я Пойду За Деревом Все Элементарно Объясняется Друзья Потому Что Без Дерева Я Не Смогу Починить Себе Забор А Если Не Смогу Починить Забор Я Вряд ли Переживу Следующую Ночь Потому Что Осталось Совсем Чуть А Не Спать Я Тоже Не могу Так Я Не Помню Где Вообще Не В ту Сетей Забрел Е Просоты Слушай Топырик Мне очень Понравился Лучше Чем Монтажка В Разы Лучше Так Профессор У нас Находится Где В Больнице Смита Так Входим Пока У нас Обаяние Это Действует Надо Торговать Может Что Побольше Выторгаем Сюда Да Так Ну что Давай Я тебе Даю Кольцо Ага Значит Эти Можно Торговать Вот Это Что Интересно Подтверждаем Да Ребят Пожалуйста Ставьте В покое Оставляйте В покое Слушай Нормально я выторговался К с ним Кстати Как по мне Наверное Наверное Выгодно Ну Древесина Есть Это Хорошо Так У нас Что-то вообще Как это Опасности Как будто Вообще Нету Да Ну Что делать Будем 16 минут Так Давай тогда Здесь Доберем Так Двухэтажка Что ли Двухэтажка На этом этаже У нас Все Залутано Ну Тут Осталось Совсем Чуть Где-то Подобрать Что-то Что-то Где-то Подобрать Что-то Где-то Вот он Наверное Последний Шкаф Да Ну Да Я его Даже Не вскрывал Потому что Долго Открывается Да Ладно Так Ну ладно Сделаем Немножку По-другому Вот это Прочитаем Недавно В нашем городе Произошел Серьезный Случай Мошенничества В результате Которого Было потеряно Около 23 Миллионов 107 Человек Были арестованы По подозрению В случившемся Лидер Преступной Банды Колин Лок Все еще на свободе Понял кто он У него банда Оказывается была своя Колин Лок Когда-то был Сужден За мошенничество И был приговорен К 3 годам Тюремного запрещения Как только освободился Снова принялся За свое Но теперь он будет Заслуживать Более строго Наказания Мы призываем Всех граждан Обращать внимание На любые Подозрительные фигуры И сообщать О них В полиции Вот такие вот Пироги Друзья Так Стоп Еще не все Залутали Оказывается Где-то Что-то Есть еще Где тут Че тут Так Ребята Нам пора Отсюда Вываливаться Кстати Черт Поделитесь Желательно Быстрее Ё-моё Время Это поджимает Так Где у нас там Выход-то Наверху Сваливаем Отсюда К ядрине Фени До дома Прямохонько До дома Сколько нам 24 минуты Заходим Так Ну скоро Ребята Картофанчик 60% Это хорошо А это Что такое Сломался Что ли Да ладно Сломался Этот Блин Во первых Чиним Забор Теперь уже Чиним Воду Доски Очень Дефицитные Ребят Доски Очень Дефицитные Блин Если я лягу Поспать У меня Не будет Уже Такого Баяния А нужно Ли Оно Мне Кроватушка Блин Столько досок Забирает Кроватушка Придется Делать Пока Пока Все Давай Дай Утро Спать Естественно Ну как же Картофель Спортился Ну как так Картошечка Моя Созрела Нет Созрела Она Так Ну что у меня Там Ой Я же Что-то Все Не Выложил Ну что Друзья Я вот Не знаю Либо мне Ехать Туда Либо Мне Не Ехать Пытаться Все Так Наверное На Резервную Электростанцию Поехали Я попробую Ребят Подойти Якобы Поставить Взрывчатку Эту Меня Увидел Что-ли Да В плане Так Ну лутацию Тут Понятное Дело Нечем Нам Нам нужно Идти На самую Верхнюю В самую Верхнюю Комнату Тут еще Где-то Жирный Должен Ползать Насколько Я помню Так Ладно Сейчас проверим Так Ну Я не знаю Что здесь Как тут Делать Дедонатора Нету Этого Нету Что делать Блин Фиг Триндец Триндец Я тут уже все Обыскал Я имею ввиду По карте Тут Практически Ничего не осталось Тут практически Ничего не осталось Чтобы что-то Можно было Ну как Объяснить Проверить еще Все Абсолютно Молодежный дом Отдыха Вот Это единственное Что осталось Где Твою Налево Блин Детонатор Брать Не знаю Или что-то Я неправильно Делаю Или я Так Мы отсюда Убегали Почему Потому что У нас было Мало времени Да Потому что У нас было Мало времени Так Ну я до сих пор Ничего тут Не вижу Где тут Нету Нифига Так Ну давай Давай здесь По кругу Обошел Ты серьезно? Да ядрен матрен Так Так Ладно Там Блин Нужна Отмычка Слушай Подожди Может быть Он у нас Взломанный Просто Нет Два Сейфа Здесь Два Сейфа Пошел Пошел Все 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 Взято Абсолютно Давай Заходи Быстрее Блин Картошечка Я не могу Конечно Сказать Что тут Что Прям Все так Идеально Ну все Все Рожаной Хлеб Мучной Хлеб Пшеница То Тоже Заканчивается Пшеница То Тоже Заканчивается Твою Налево А Это Почему Почему Сфигали Зашибись Из-за того Что я хлеб Поел Где Твучка Поехали Обратно Поехали Обратно Так На второй этаж Так Можно Обойти На второй Итаж И в самый По-моему Низ Получается Там Надо Обходить Ванны Конечно Там Ужасные Такая Запекшаяся Кровь Знаешь Так Где они Два Сейфа Вон Они Оба Рядышком Прям Стоят Что же Тут У нас Ну тут Нифига Как ты видишь Ничего Такого Нет Это Что Такое Основная Электрическая Цепь Просто Модифицирую Приверти Вот Это Мне Нужно Было Что Ли Блин Выпьем Наверное Неужели Мне Нужно Так Простая Модификация Может Привратить Его В управляющие Устройства Для бомбы Но Наверное Вот это Мне И Нужно Так Давай Кассету Почитаем Люк Кто вы Фингер Меня зовут Фингер Офицер Люк Я не могу Найти вас В системе Как вы сюда попали Фингер Легко Я спрятался В машине Чтобы Пробраться В город Люк Хорошо Почему Вы не прошли Стандартную Процедуру Для входа В город Мы приветствуем Всех Выживших Фингер Офицер Я родился Осторожным И подозрительным Я должен Понять Что-то Прежде чем Принимать Какое-либо решение Люк Это умно Но умные Обычно Не живут долго Фингер Я знаю Что я дурак С того момента Как встретил вас Офицер Так Ну здесь у нас Еще ткани Пластик Гнилуха Гнилуха Так Ребят Короче Я надеюсь Что мы нашли Все Для того Чтобы сделать Я просто В шоке Если это Действительно Так это Все Прикинь Все Найти И В самый Последний Момент Ты находишь Тот самый Шивенький Сейф В котором Находится Именно эта Плата Которая Мне нужна Я Взрыв Мозга Просто Это значит Нарочно не Придумаешь Просто Нарочно Не Придумаешь Я все Облазил Ай Ладно Я надеюсь Действительно Это так Потому что Если это не так Ну я не знаю Тогда Что еще Тут можно Сделать Мне кажется Он сделает Сейчас нам Взрывчатку После этого Он Нас Отправит После этого Он Нас Отправит Генератор Тот Взрывать Скорее всего Так Будет Надеюсь Я прав Так Дай мы Знаем Твой Девиз Насчет Бомбы Замедленного Действия Думаю У меня Есть все Необходимые Материалы Которые Ты просил Но Я Не уверен Что Они В Хорошем Состоянии Да И Проверю Эй С ними Все В порядке Отличная Работа Приятель Итак Сколько Времени Потребуется Чтобы Сделать Бомбу Замедленного Действия Пожалуйста Не гони Меня Делать Бомбу Довольно Опасно Мне Нужно Быть Крайне Осторожным Просто Дай Мне Немного Времени Оставь В покое Приходи Завтра Конечно Увидимся Завтра Я надеюсь Ты не смоешься С этой Бомбой Да Никуда Ну Как ты Понимаешь Мне здесь Больше Делать Нечего Я Еду Домой Спокойненько Что я Спокойненько Делаю Я не знаю Что я Спокойненько Делаю Спокойненько Разбираю Все Вот это На Составляющие А Это Можно Разобрать Это Как Обычная Ткань Нет Эта Книга Не имеет Прочности Так Ванная У нас Есть Мы можем Ванну Хорошую Сделать Да Что-то Как-то Ванна Меня Мало Интересует Вот Кроликов У меня Нету Это Да А Раз Круликов Нет Я Не могу О Щелк Это Удучная Кровать Прям Вообще Такая Шикарнейшая Кроватка А Это Что-то Пробует Лучше Или Хуже Наверное Будет Лучше Высококачественная Техника Плюс Топорик Дробовичок Учить Или Вот Это Лучше Я Жду Просто Ребята Следующего Дня Поэтому Учу Тут Вся Заумные Вещи Все Выучим Тогда Уже А голод Не тетка Ребята А у меня С едой Там Кстати Подожди Что С едой Картошка Не сгниет О Как хорошо Как хорошо Восстановила Нифига себе Упаковка Коктейля Молотова Антидот Лечит Отравление Все Ребята Погнали Погнали Наши Вороных Надеюсь Все там Окей Итак Тебе Необходимо Оружие Да Тогда Ты должен Получить Любой Ценой Давай Насчет Бомбы Блин Ха Ты здесь Бери Бомбу Замедленного Действия Я впервые Держу Бомбу В руках Я очень Сильно Нервничаю А что Если Зарьется Прямо У меня В руках Поверь Мне Она Не Зарьется Пока Ты Не Включиш Выключатель А этот Выключатель Он Красный Видишь Хорошо Тогда Как мне Установить Таймер Я имею Ввиду Это же Бомба Замедленного Действия Это Слишком Сложно Для меня Поэтому Я просто Установил Таймер На определенное Время Тебе Лишь Нужно Зайти В резервную Электростанцию Найти Генератор Который Находится В самой Глубине Станции Поставить На него Бомбу Включить Выключатель А затем Мигом Оттуда Бежать Не волнуйся Там Установлено Достаточно Времени Чтобы Ты успел Выбраться Из завода Хорошо Я был прав Ребята Изначально Что все таки Этот генератор Надо вшивую Взрывать То есть Мы взорвем Электричество Потухнет То есть Мы то хотели Сделать по уму Взломать код Ну я Хотел Взломать код Чтобы Мы могли Туда зайти Включить Обратный Генератор И все было У нас Пучком Но Видимо Нифига Не получится У нас отключать Получится Просто чисто Взорвать И Эти две Локации Просто тупо Соединятся Между собой Я надеюсь Когда мы будем Отсюда Убегать Никаких Уродов Не появится Новых Как это любят Делать В играх Это должен быть Тот самый Генератор О котором Они говорили Я должен Убегать Как-то Установлю Это Готов ли я Да Как бы то ни было Просто взорву его Хорошо Начался Обратный отчет Я лучше Уйду Отсюда Как можно Быстрее Чего? Это Что это? Я не знаю Что это Чего? Блин Да с какого хрена Ты ублюдок Взялся Слышь Взялся Эксплосифика Эксплосифика Это не Готово Это не Это не Взялся Здесь Акс да блин не хочет патроны уменьшится сушатает и достал уже есть все давали нафиг отсюда эксплосив херосив да блин так слушай она заткнется или нет а наконец-то я выбрался это было опасно фигасе это было опасно это было не знаю как назвать а нафиг не сюда и вот туда взорвался это здание просто здесь не осталось на карте опа опачки ты гляди оба на друзья мои так 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 мы все здесь в этом доме наверное станция береговой охраны слушай я себе полностью здоровье восстановил станции береговой охраны замечательно просто ну все поднять патронов нет этого нет наверное надо было все таки ребята домой шуршать нам ну я остался без патронов без всего что я тут сделаю да ничего валим отсюда мокрые воробушки да у нас настроение что-то вообще ниже плентусочка это еще кто наконец-то ты вернулся я ждал тебя очень долго кто ты я адольф лат но ты можешь звать меня большой брат вот он гаденыш большой брат ты старший брат флота да эвери сказал мне что ты помог нам преодолеть границы между северными и южными городами я здесь чтобы сказать спасибо пожалуйста я хочу провести собрание в центральном парке завтра все выжившие будут там чтобы обсудить как мы будем жить дальше и мы поговорим об убежище о котором ты слышал ладно ты должен там присутствовать и не опаздывай иначе заплатишь за проступок я не шучу я серьезен серьезен как никогда такой на пушку посмотрел хорошо я буду там извини твое место очень важно это значит что ты знаешь как выживать не нервничай я с нетерпением жду возможности с тобой что-нибудь сделать увидимся собака этот парень он кажется вежливым но он очень жестокий внутри мне лучше появиться завтра на собрании да ребята а мне лучше на сегодня закончить это видео всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков